Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня такой теплый летний денек. Я собралась вот только накраситься, еще не накрашенная, в домашнюю, в такой кофте, в шортиках, короче. Решила снять для вас видео, потому что вот выложила это все, собираюсь в очередной раз использовать. И да, я думаю, расскажу вам о моих недавних бюджетных приобретениях, расскажу, что я о них думаю, на что имеет смысл тратить деньги и что лучше обойти стороной. Так что давайте, если эта тема вам интересна, то приступим. Давайте начнем со знаменитого бронзера от Essence Sun Club. У меня он в оттенке 01 Natural. Это самый светлый оттенок из тех, что у нас было. Есть второй потемнее. И, в общем, он знаменит тем, что он пахнет кокосом. Для меня он пахнет слишком приторно кокосом, он скорее пахнет какой-то пинаколадой суперсладкой. И если, например, Too Faced бронзер пахнет приятно таким шоколадиком или какао, чем-то таким, то это вот какой-то такой химозный приторный запах. Но, опять же, на вкус и цвет, товарищи, нет. Если говорить о цвете, я прогадала. То есть я не прогадала в том плане, что это единственный, который максимально близкий был к моему цвету из двух, соответственно, представленных оттенков. Но он для меня слишком рыжий. Я девушка со светлой кожей и с розовым подтоном, поэтому на мне он прям безбожно рыжий. Давайте я покажу, как он смотрится. Такой вот оттенок. Казалось бы, вроде не совсем рыжий. И давайте я вам сводчу покажу. Вот так вот он смотрится. Но на моей коже он рыжит все-таки. Вот так вот он смотрится. То есть по качеству он нормальный. Ну, единственное, что видите, он такой пылящий все-таки. Надо быть более осторожной, использовать очень мягкую кисточку и стряхивать ее хорошенько. Так вот, по качеству он, в общем, нормальный. Он мягкий довольно-таки, он шелковистый, он прям вот приятный, когда его трогаешь. Растушевывается он хорошо. Но, опять же, он вам подойдет только если у вас цвет кожи не такой, как у меня. То есть если вы светлокожая девушка с розовым подтоном, вот даже не смотрите в его сторону. Если у вас более желтоватый или более нейтральный какой-то подтон, я думаю, что, скорее всего, вам подойдет, и вы действительно останетесь им довольны. Потому что качество самой пудры очень неплохое. Но вот, опять же, остерегайтесь, если у вас цвет кожи вот примерно близкий к моему. Пару слов скажу о лаках. У меня здесь два таких, ну, относительно бюджетных лака. Один от Эстон совсем дешевый. И второй от Сали Хансен. Про этот лак у меня очень часто спрашивали. Он у меня вот сейчас на руках, вы можете видеть. Так вот он смотрится. Очень красивый лак. Покупаю его себе второй раз, потому что подарила... В поездке очень понравился этот лак девчонке, которая с нами ездила. Я ей отдала его, приехала сразу новый купила. Вот такой вот оттенок. Действительно обалденный просто цвет лака. Два слоя дают идеальное нанесение. В общем-то, можно обойтись и одним слоем, если вам хочется. И это для меня идеальный цвет такого белого золота. То есть он не серебряный, а именно вот какой-то такой более многогранный. Очень красивый лак. Просто, вот просто божественно красивый. Еще раз покажу вам оттенок, как называется. Вот рекомендую обратить на него внимание. Прям суперский. Он довольно долго держится, в общем-то, учитывая, что это такой более металлический лак. Вот этот лак от Эссенс, точнее. Не помню, как он называется. Какой это оттенок? Не знаю, написано тут нет. Ну, короче, просто светло-розовый оттенок от Эссенс. Ну, такая как Абяка. Вообще, я бы и грубее выразилась. Потому что его невозможно нанести нормально. Зараза, пляши витацки. Короче, как бы я ни возилась, ни колупалась с ним. Ну, просто вот серьезно хочется выбросить в помойку и даже не запариваться. Потому что я очень надеялась, что он будет а-ля такой Фиджи. Что я смогу вам показать и сказать, что вот, девчонки, не тратьте деньги на Эсси Фиджи. И вот купите этот, и будет вам счастье. Нифига подобного, девчонки, не тратьте свои деньги. И лучше накопить и купить какой-то более хорошего качества лак. Потому что это паршивец. Не знаю, как просто его обозвать даже. Этот паршивец, ну, просто страшный пляшивец. Невозможно им накраситься. И, короче, фу-фу-фу. И вот, правда, выкину его после этого видео. Пару слов скажу о вот таком бальзаме для губ-листекс. Я о нем уже говорила, наверное, несколько лет назад, когда я только начинала вести свой канал. Скажу еще раз, потому что я накупила сейчас его в Австралии. У нас его нет. И те, кто мне писали, что есть, девчонки, к сожалению, вот именно такой баночки нет. Я пересмотрела во всех аптеках, где я была. Есть какие-то синие, есть разные другие. Я как бы пробовала покупать, они отличаются. Вот этот просто идеальный для меня бальзам для губ. Особенно зимой, когда губы обветриваются. Он такой слегка мятненький, слегка сладкий. Короче, он не воняет для меня, как Carmex. Я Carmex терпеть не могу, если честно. Плюс он мне увлажняет губы реально лучше, чем Carmex. Серьезно, он стоит вообще какие-то копейки, несколько долларов. Я его обожаю. Он у меня всегда есть в кармане, в куртке. И теперь у меня их штук, я не помню, 4-5, короче, буду обязательно им пользоваться. Вот лучшее, что есть за свои деньги. И вообще даже просто вот лучшее, что я когда-либо пробовала для моих губ. А у меня губы супер проблемные, вот серьезно. Мне найти подходящий мне бальзам, это просто вот, я не знаю, трагедия какая-то. Поэтому обратите внимание. Серьезно, вот от всей души рекомендую. Еще один продукт от Essence. У меня, в общем-то, их здесь довольно много получилось. Потому что бюджетная марка мне вот прям интересно было попробовать. Потому что очень много слышала хороших отзывов. Короче, вот такой вот хайлайтер. Он кремовый. Очень много позитивных отзывов на него. Я читала о нем на косметисте. До раза открывается тяжело, но, в общем-то, терпимо. Очень классный. Вот, девчонки, серьезно, прям очень классный стоил. Мне, по-моему, 3 или 4 доллара. Кто-то спрашивал, какой оттенок. Оттенок вот 20, что-то там. Bright up your life. Он, короче, кремовый, розовенький. И когда вы вот его трогаете, он прям именно кремовый, знаете, такой классический. А когда вы начинаете наносить его на кожу, он становится более каким-то таким пудровым. То есть, я бы сказала, что это cream to powder. И он прям очень классно распределяется и не делает, то есть, не стягивает ваш тональный крем или пудру. Если вы наносите поверх, очень красиво переливается. И вот, знаете, я вам показывала, когда-то у меня был хайлайтер от Rouge Bunny Rouge. Я его разделила с подружками на троих, потому что там огромная была такая туба. Знаете, вот мне даже не хочется теперь им пользоваться, потому что вот это намного легче в использовании. И намного более такой деликатный, что ли. Намного более простой в использовании. Намного более натурально смотрится. Очень красиво сияет. Ну вот, посмотрите. Мне кажется, я поймала как раз тот угол, который надо было. Очень классная вещь. Вот, правда, обратите внимание, было бы еще в других оттенках в том магазине этого средства. Я бы прикупила, потому что, ну вот, прям клевый. Серьезно, рекомендую. Вот такая вот палетка. Ну вот, просто посмотрите. Скажите, где-то я это, по-моему, уже видела так вот конкретно с Лизен Дизайн с Benefit. Ну, в общем, да. Палетка эта стоила 5 долларов. То есть, в сравнении с Benefit, который обычно стоит порядка 30, конечно, несравнимо. Вот так это все смотрится внутри. Тут такое зеркало, 6 оттенков теней, кисточка. Кисточку, если честно, даже не пробовала. Вообще-то, по-моему, не кисточка даже, а просто спонжем. А, ну нет, ну все-таки. Короче, я серьезно, я даже не смотрела толком. Тут вот есть еще карточки, как можно делать макияж. Ну, вот серьезно, прям очень похоже на Benefit. Сделана вот сама упаковка классно. То есть, вот вообще не подкопаться, честное слово. Если говорить о тенях, то тени тоже, в общем-то, неплохие. Они не настолько классные, как Benefit. То есть, ну что можно ожидать от палетки за 5 долларов? Но за 5 долларов вполне неплохо. Я не могу сказать, что это прям супер обалденная палетка. Бегите за ней все. Потому что тени все-таки такие, знаете, немножко меловые. Но цвет они отдают свой вполне нормально. Посмотрите. Некоторые оттенки, правда, вот немножко другие в свочи. Не совсем такие, как в палетке. Так, еще один возьму цвет. Вот такой вот третий цвет. То есть, они как бы, они, в общем, все похожи, да. Но они красиво смотрятся на глазах. Довольно неплохо тушуются. Лучше, конечно, их использовать с базой. Но вот это вообще мимо меня, конечно, цвет. Потому что я такие серебряные не люблю. Давайте покажу вам два оставшихся. Вот такой вот. И вот такой вот. То есть, ну вот, серьезно, палетка вполне приличная. То есть, опять же, я повторюсь, за 5 долларов вполне нормально. Цвета достаточно пигментированные, как вы можете видеть. И я думаю, что вполне можно попробовать. И, ну, мне кажется, нормальные такие цвета, знаете, не вырви глаз. И можно использовать на каждый день. Сейчас, подождите, ручки вытру. Вот, кстати, как в свочи на коже смотрятся два темных оттенка из этой палетки. И вот тут вот у меня светлый. Ну, светлый, естественно, не так сильно видно. Но вот этот вот мне прям нравится оттенок. И вот этот очень красивый. Но, в общем, у вас получится вполне полноценный макияж с этой палеткой. И вам не надо будет за какими-то более темными, более пигментированными тенями тянуться в другую палетку. Вот. Так что это все, что я вам сегодня хотела показать. Еще раз повторюсь. Бронзер смотрите по цвету. Если вы розовая, мимо. Если желтенькая, окей. Это, если вам просто хочется что-то новенького попробовать. Вам не жалко 5 долларов и why not. Вот это прям очень классно. Вот это очень классно. Это вообще мимо бегите просто голопом. И вот это прям супер. Большое спасибо за то, что были сегодня со мной. И я надеюсь, что этот отзыв был для вас полезен. Встретимся в следующих видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok